Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог! В сегодняшнее видео я бы хотела посвятить ароматам с розой. Я очень люблю розы, люблю всех цветов, наверное, особенно белые. Никогда они пахнут. Я люблю, когда розы пахнут, но в Сиднее очень сложно достать такие розы, которые бы пахли, поэтому приходится удовольствоваться духами. И я собрала именно те ароматы, в которых нота розы для меня звучит просто как-то особенно натуралистично, ярко, роскошно. И хотела бы вам их показать. Итак, начнем. Начну, давайте я... Ну, давайте вот с этого. Я его уже показывала в своих ароматах зимы, но он на самом деле такой, его можно носить и летом, и весной, и когда хотите, только очень дозированно. Значит, это аромат Шейк, Шик Шейх, номер 30. Вот такой красивый, очень-очень красивый пузырек, увесистый, и сам аромат. Здесь очень красивые вообще розы. И мне нравится, что здесь они сочетаются с цитрусовыми нотами. Здесь присутствуют личи. И вместе с розой это дает такое вот прям сочетание очень неординарное. Плюс еще это такой восток. Очень тяжелый. Шикарный аромат, дико шлейфовый. Его невозможно не полюбить, вот, то есть сразу с первого же вздоха, это вообще любовь навсегда. Он у меня уже очень давно. Я даже не знаю, когда он у меня кончится, потому что, ну, минимальнейший расход, минимальнейший. И, ну, наверное, он как бы длится, после чего я говорю длится, держится, простите. Он держится весь день, весь день, и на следующий день все еще вот эта вот бархатистая база будет вас согревать. Так, да, вот аромат с розой, вот этот номер один. Дальше. Дальше. Продолжим. Отложу его в сторону. Бренд Мансера. Так получилось, да, что про эти два аромата я говорила в видео о зимних ароматах. Ну, что ж поделать. Розы здесь просто гениальные. Бренд Мансера, розы and chocolate. Шоколад и розы. Я не в восторге, кстати, от бутылок. Для меня они, конечно, тяжеловаты, и я, конечно, понимаю, что это какое-то космическое стекло и все такое. Ну, не знаю, мое мнение. Значит так, здесь очень красивые шоколадные розы. Что еще скажешь? Горький шоколад и розы. Прекрасные, прекрасные вообще. Вкусный аромат, вкусная роза в Мансер. Роза из шоколада. Дальше. Дальше я вам покажу такую классную розу, ребята, это вообще. А вот такой аромат от Джан Поле Готье. Он называется Мадам, по-моему. По-моему, Мадам он называется. И это у меня туалетная вода. Да. Да. Но она настолько шлейфовая и настолько долго играющая, что, ребята, вы смело можете ее купить вообще легко. Значит так, вот такая вот Мадам. Так, так. Я ее обожаю. Обожаю, обожаю эту туалетную воду. Ношу редко, потому что она такая очень под настроение. Здесь роза дико пьяная. Здесь, ну это вообще такой пьяный аромат. Здесь нота гринадина очень ярко выраженная. Ну то есть вот просто он пьянящий. Но он мне очень сильно поднимает настроение. Особенно, знаете, в такую холодную погоду. Да в любую погоду, неважно даже в какую. Нет настроения. Мадам. Очень шикарный аромат. Очень. С пьяной-пьяной розой. Жан-Пуль Готьен. Мадам. Те ароматы, которые я сейчас покажу, они, конечно, заслуживают каждое отдельное видео. Может быть я как-нибудь сделаю отдельное видео. Пишите в комментариях. Если какой-то из ароматов вас особенно заинтересовал, я бы могла рассказать о нем побольше просто в отдельном видео. Следующий аромат. Это бренд Монталь. Называется розовый эликсир. Я уже говорила про эту розу. Говорила в весенних ароматах. На мне она вообще не алло. Но на моей подруге это просто сказка. Холодная, такая немножко леденцовая розочка. Сладкая, такая, знаете, очень женственный девичий аромат. На тонких шпильках, можно сказать. Очень хороший, приятный. Под настроение, знаете. У меня он идет под настроение, но... Он очень носибельный. В отличие от других ароматов Монталь. Этот такой вот прям, знаете... Ну, я не исключаю, что он понравится очень-очень многим. Леденцовая роза, да. Монталь. Розовый эликсир. Следующий аромат с розой, который бы я хотела вам показать. Это вот такой... Это мое просто сокровище, мое чудо. Это кингдом от... Королевство от Александра Маккуина. Такое вот разбитое сердце. Я его обожаю. Я его берегу. Его уже сейчас не упускают. У меня вот сейчас где-то вот столько. Это мое второе, кстати, сердце. Простите, я задела камеру. Это мое второе сердце. Первый пузырек у меня улетел. Ну, точнее, он не улетел. Я его использовала. Хорошо, что у меня есть еще одно. Если бы была возможность купить еще одно, я бы купила. Но в интернете они очень дорого стоят. Не знаю. Не знаю. Пока у меня есть. Нанесу его, наверное, на себя. Ну, он прекрасен. Слушайте. Он прекрасен. Роза здесь, она сразу не раскрывается вообще. Далеко-далеко не сразу. Она идет в сердце. Когда и тут наступает торжественный момент, та-та-та-та, и раскрывается эта роза, это просто божественно, божественно. Этот аромат очень противоречивый. Он такой разный. Я с ним путешествовала в Барселону с моей подругой. Очень хорошей. Наденька, если ты меня смотришь, тебя люблю. И этот аромат очень четко у меня связан с Испанией. Мы были в Мадриде, мы были в Барселоне. И я была вот в Кингдом. Это просто был хайф. Ух, потрясающий. Роза. Королевская роза, знаете, она такая именно сердечная. Она вот прямо от всего сердца. Она не сразу. Ее нужно подождать. Но когда вот она выходит на арену, это просто супер. Следующие ароматы будут от бренда Монталь. Я тоже про них уже говорила. Это Уд. Мой любимейший Уд. Здесь роза и дерево. Божественно красив. Божественно красив. Сексуален, шлейфов, долгоиграющий. Аромат мужской. Ну, я вообще не понимаю, почему. Ну, хотя... Ну, для меня он предельно женственный. Уж не знаю. Тут такая дымная роза, знаете, как в костре. Огонь. Туда кидают эти розы, и они горят. Ну, что-то такое мистическое, готическое. Немножечко такое. Пепел. Роза в пепле. Миколев Уд. Дальше идет Миколев Роял Роуз Уд. Это такая королевская роза. Ну, то есть, понимаете, если у вас есть возможность выбрать этот или этот, я не знаю. Я бы, наверное, выбрала вот этот, потому что он более, как бы, если, ну, вы предпочитаете аромат с розой. Исходите из того, чтобы был в аромате, была в аромате нота розы, то я бы выбрала вот этот аромат. Потому что она тут, конечно, действительно королевская. Действительно. Она такая пудренно-мускусная. Такая... Слушайте, я вообще, я не могу им надышаться. Я когда... Стоит мне открыть этот пузырек, вот тут просто можно сидеть вот так. И вдыхать, и вдыхать, и вдыхать. Это очень вкусно. Очень вкусно, божественно, роскошно, женственно. Девочки, наши. Следующий аромат тоже будет от бренда Миколев. Вот такой вот Pink Flowers. Он попроще, чем два предыдущих. Намного попроще. Более понятный, более легкий. Он такой, мне кажется, больше подойдет на лето, на весну. Он не такой стойкий, не такой шлейфовый, не такой прям откровенно напористый. Более носибельный, более как бы политкорректный. То есть с ним можно куда-то там на работу сходить, и в офис, и так далее, и так далее. Вот такой вот аромат. И вообще, если вы хотите красивую розу, то обратите внимание на бренд Миколев, потому что, да, это шикарные розы. Вот всегда очень натуралистично, очень классно. Дальше будет моя любимая Citizen Queen. Здесь роза припудренная. Роза такая уже старушка немножко. Такая вот она все может быть с палочкой. Ну не то, что с палочкой. Нет. Она немножко такая уже завядшая роза. Красивая все равно. Вообще, этот аромат, он для меня, вот знаете, про него можно сказать много хорошего, много плохого, как, наверное, о человеке. Потому что этот аромат, мне кажется, очень сильно похож на меня. Он как-то вот прям, я его очень люблю и готова носить его каждый день. Но так как у меня много других ароматов, я предпочитаю как-то иногда отходить от городской королевы. Ну, люблю ее. С первых, вот знаете, аккордов с этой кожей. Мне нравится кожа, роза. Это вообще, это кайф. Фиалковая вот эта пудровость, это очень красиво. Очень. Попробуйте. Дальше тоже будет Juliet Has a Gun. Lady Mist. Вот это, конечно, кайф. У меня вообще случился в этом году роман с этой маркой, Julieta, с пистолетом. Ну, реальный роман. Реальный роман. Я вот... У меня будет день рождения, я хочу еще себе один парфюм от них. Ну, в общем, это просто любовь. Это настолько вот мое. Мне нравится вообще все. Дизайн, мне нравится аромат, мне нравится, как они сидят на моей коже. У меня все устраивает на 100% в этом бренде. Это любовь. И Lady Mest. Lady Mest для меня просто был такой первый раз шок. Это вот охапка вот этих вот кровавых роз мстительных. Ой, капризный он аромат. Слава богу, слава богу, что он на меня сел очень хорошо и сразу. Потому что у меня попробовала Lady Mest еще пару девочек. И немножечко это отдавало, знаете, мужским одеколонам, я бы сказала. Это мужская нота в нем начала открываться. Но здесь это просто... Там, по-моему, даже несколько видов роз присутствует в пирамиде. Болгарская точно. Не знаю, какие еще, может, марокканская. Московская, не знаю, французская. Но совершенно точно знаю, что там болгарская роза. Lady Mest. Это супер. Это супер роза. Я ее люблю. Я люблю. Люблю-люблю. Дальше. Midnight Poison. Очень красивая роза в пачулях. Прекрасная, прекрасная. Что уж говорить. Тут у меня так красиво макуинчик лег. У-у-у, лежит такой хороший. Midnight Poison. Снятый торжественно. Загадочный аромат. Аромат такой вечерний, на выход. Ну, очень такой спешл, мне кажется. Очень специфический. Не специфический, так для специальных событий. Театральный. В театр пойти. Балет, опера. Роза с пачулями. Здесь очень-очень хороша. Очень хорошая роза. И аромат вот этот. Как вы все знаете, я обожаю Agent Provocator. Вот их аромат. Ну, фокусируйся. Ну, все, наверное, догадались, да? Это Agent Provocator. Их первый аромат одноименный. И здесь, знаете, эта роза, она тоже не сразу раскрывается. Но когда она раскрывается, особенно в жаркий день, это просто кайф. Это такой кайф. То есть ты ловишь на себе... Я первый раз, вообще, честно говоря, даже, ну, не ожидала, что это от меня пахнет так розами. Я была в этом аромате, на работе. И тут прям думаю, ой, как розами запахло. Что такое? Что такое? Что такое? От меня. Ой, прям нос. Да. Ну, он, конечно, очень резкий на старте. Очень-очень резкий. И просто вообще... Крышу сносит от такой красоты. Потом, когда уже где-то в базе открывается роза. Божественно. Она, причем, знаете, она не такая яркая, как, например, в Juliet Hazeggan. Это вот прям сразу вы чувствуете эту охапку роз. Здесь это уже проявляется потом. Как, впрочем, и во многих ароматах, которые я показывала до этого. Сейчас я его еще раз... Тут тоже такая роза немножко, как сказать-то, она такая развратная, что ли. Чуть-чуть. Чуть-чуть развратная роза. Никому не помешает. Почему нет? Такие дела. Такое у меня получилось, честно говоря, спонтанное видео. Простите вот за все вот это. Я просто поставила, села и решила снять видео о ароматах с розой. Потому что я вот уже несколько дней хожу исключительно вот в этой вот девочке-красавице. И не могу надышаться. Пишите комментарии, ставьте лайки. Я очень рада, что вы смотрите мои видео. Очень рада с новым подписчиком. Старым подписчиком. Всем привет. Всех люблю. Всем пока. Чао-чао. С вами была Аленка Блок. Субтитры сделал DimaTorzok